мы санта-круз друзья и вот сейчас пойдем посмотрим этот домик за него хотят миллион семьсот пятьдесят тысяч там вот подальше за этим рядком автомобилей вы видите там отдельно кают хозяйство гараж и там что-то сверху ну посмотрим может казаться что это еще и другой дом тоже но вот пока что то что мы видим перед нами очень симпатичный домик я поговорил с риэлтором хорош такая тетка говорит ты зачем хочешь снимать иглу как я что-то на опенхаус пришел к ногой но не то что украсть нет нет вот так вот и мило поговорили вот у нас чувствует что построена со вкусом 10 лет дому всего 10 лет как построен так смотрите как мы зашли тут что-то такое явно с японскими какими-то линиями так вас лежат а может это будды какие-то течек темный я не знаю вот смотри что творят да очень 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 приятно внутри очень светлана по машинам ручкой там высокий потолок какой слушаем необычный дом так ну пошли смотреть пошли смотреть по всяком случае он ухоженный у него хороший пол и очень приятно мебелишка такая ламба очень-очень симпатичный и вот опять тут смотрите тематика то вот она и посудка там тоже пока мне нравится пол очень мне очень нравится вот это вот правда вроде ничего такого сильно изысканного очень приятно ну что же потолки высокие это очень чувствуется с молдингами интим это очень чувствуется когда потолки высокие но другой страны если дом современный то так вообще-то и должно быть пошли сюда да ну по песочек такой значит это не спальня времена песочек потому что шкафа нет встроенного а песочек это хорошо то у нас будет шкаф плотиной тут это электрический щиток если вот есть любитель посмотреть вот он вот так выглядит и там на бумажке подписан какой-то хранитель к чему ведет так ну это вот стиралочка сушилочка как бы обычный набор очень мило вот то что шкафчики это даже дополнительно к обычному то очень хорошо вот у нас кухня слушайте это что-то вот значит это кухня и там значит у нас посерединке айленд он другого цвета но что очень важно он с крантиком очень важно на айленде иметь отдельный кран да хорошо сделано со вкусом камень изумительный мы очень любим со свет и вот этот вот камень у нас тоже был было время на кухне такой себе положили очень здорово так ну что же вы видите там дальше не только кухня там дальше еще такая family room вот телевизор стоит диванчики очаровательна конечно просто очаровательна вот дек вау вау окей стендилон и уколы студию говорит студия ты смотри слушайте мне все нравится здесь и пальмы шикарная так сейчас пойдем посмотрим студию я напоминаю тем кто не в курсе что студия это комната в которой нет спальни грубо говоря однокомнатная квартира и она легальная некоторые вот так из гаража перестроят без пермита городского и там не поймешь чего а здесь у них легально они этим гордятся так ну да потому что если он легальный ты имеешь право поставить кухню в нелегальном кухне это самое страшное дело то есть жить без кухни нельзя оставить кухню тоже нельзя в общем вот такое вот хозяйство а где жить ты не понял вот а что же я и даже студия это мнение ничего подойдет о том что туалетик что внизу гараж на две машины внизу гараж на две машины ну действительно дворца не получилось студия ориентуется небольшая небольшая студия где то есть явно хоть как жилое помещение 100 процентов такая же студия как это так так что побольше чем это потому что это это меньше то есть у них может быть за гаражом есть еще и нелегальная студия вообще народ таких в курортных местах оки господи такая лавочка в курортных местах народ изгаляется вовсю и даже не обязательно в курортных того скажем сам франциск тоже изгаляется вовсю главное пошло разбираться с тем помещением которые сзади за гаражом а мы с вами друзья отправляемся на второй этаж хорошо знаете бывает вот попадаешь какой-то какой-то дом будет недвижимость такую и как родная вот чем-то она берет я даже не знаю но мило вот это мне кажется очень милый я не знаю с чем это связано вот все приятно здесь спаленка небольшая но как бы нормально вот тут такая комод я бы его назвал так ну и там вниз мы видим соседний дом здесь конечно дома близко стоят друг другу и они большие то есть вот это вот ощущение что ты рядом с соседями в отличие скажем отсюда от того же сани вы это маунтинью где шкафчик тут дверь дверь а там это бог инклозит хороший большой бог инклозит это мастер-бэдром так я понимаю потому что бог инклозит обычно предполагается что есть в мастер-бэдроме никто не говорит что в другом месте не положено вау так может быть там можно свет зажечь давайте попробуем так ну я не вижу где средства из моего опыта если в туалете свет не зажжен во время опенхауза это значит что там шумный вентилятор и они боятся что люди испугаются этого шумного вентилятора так ну вот туалетик ничего страшного не случилось а не свет сюда выключали ну хотя шумно конечно шумно достаточно шум так зеркало шкарно хорошо так выключаем все что было тут есть балкончик маленький вот вы видите я туда не выхожу но есть из спаленки потолок высокий смотрите какой тут должно быть много воздуха так еще один бедрум еще один бедрум вот там шкаф телевизор и телев в каждой комнате по телевизору когда вы смотрите на дома таки и в таком месте в туристическом то как бы один из основных вопросов это насколько юнитов можно разделить с тем чтобы пустить жильцов или они должны весь дом снять или там его можно по частям сдавать ух ты прям как коностас такой слушайте там с этим с водичкой там с чайком то есть видно люди тут живут которые знают что делают понимают толк в этом деле вот еще один еще один бедрум а здесь чем-то пахнет резиней какой-то не знаю вот так примерно надо мужчина костюмы так и вот тоже такие вещички ритуальные эти не трогаем так окошко я бы сказал могло быть чуть лучше показать нам чем бы такой козырек ну как вышло улице хорошо очень очень мило очень мило посмотрели мы второй этаж это видимо отсюда на нас там смотрела светлана сеть вот эти раз потолочек да идем ниже 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 об и вот там все остальное такой выход так вроде бы мы все уже и поглядели я думаю лестница по которой мы пришли спускаемся вниз